привет ребятушки сегодня у нас будет мега сравнение отдел и гидор вот и начнем мы горячие новинки godzilla atomic версия 2 по фильму годзилла король монстров значит это годзилла синим таким атомным пламенем видите как на коробке нарисовано то есть она может просто пламя или пламя с таким всплеском сравним с первой версии годзиллы вот видите как отличаются коробки это слева вторая версия с таким атомным зарядом помните когда он хотел плюнуть у него враговых отростках на спине заряжался таким синим пламенем так они выглядят сзади две коробочки это обычная отдела без пламени это atomic годзилла на коробках не так же называются просто годзилла сейчас мы распакуем эту годзиллу и посмотрим что там скрывается внутри вот видите пламени хвост хвост если вам трудно одеть как написано в инструкции нужно в горячую воду тут конец опустить чтоб он размяк тогда вставится шарик нормально так ставить вот такая как видите прорезь и надо вставить в язык насколько я понимаю вот так вот вот так вот это все выглядит на заднем фоне вы видите годзиллу от бандай такая вот годзилла видите с плюющимся пламени по мне получше чем оригинальная особенно лицо у нее получше оригинальным было немного такое странное вооружение лицом помните глаза были немного странно нарисованы вот она такая ну что пришло время сравнить гидоры мы получили гидоры китайские видите справа это более классическая гидора в таком золотистом цвете а слева это более похоже гидора на 2019 года фильм она не совсем такая как бандаевская 2019 года сам покажу отличие в лицах так сказать тех змей горыныч и гидор вот такая эта версия 2019 вот такая классическая гидора по старым фильмам золотистая больше нравится пишите эти гидоры высотой зависите как поставить голову где-то 16 18 сантиметров а крылья высотой достигают 25 сантиметров размах крыльев у них около 40 сантиметров то есть что если мы будем сравнивать их с годзиллой стандартной 16 сантиметровой то получится вот так вот если я лишь на сантиметрового дела не подойдут вполне вполне нормально давайте отставим одну сторону и сравним что хочу заметить у них очень много соединений синяя тоже у них достаточно непрочная так сказать это что не прочно легко снимаются вот потому для маленьких детей до 8 лет эти гидоры покупать не стоит ну или они могут очень аккуратно с ними обращаться так вот они как бы ничего не распадаются все нормально то есть мужик вертеет но если дернуть там за ногу или за руку то сустав может отсоединиться вот смотрите что у них кто-то значит вращается вот ступня вращаются значит есть такое сочленение в колене здесь вращаются тоже то хвост очень подвижный сколько тут 16 хвосте сочленений то есть он просто мега гибкий так его можно ставить первый второй мне очень нравится крылья что них может подниматься вверх небольшой ход совсем крылья съемные самое главное пасти у них открываются так вот можно открывать пасти здесь на голове тоже очень много суставов 14 14 суставов здесь на голове сочленений там она тоже можно ее изгибать как хочешь эту голову вот они так 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 можно изогнуть так можно выгнуть горыныча нашего и дуру то есть по нашему этого рыночку которого голова отрастает а по-японски это гидора вот она так выглядит значит это гидора 2019 который коричневая ну и приступим к золотой к рассмотрению здесь видите голова у нее по массивнее такая дракон классический китайский похож челюсти здесь тоже открываются такие длинные языки сочленения у них тот также сама тоже по 14 сочленение на шее гидора очень похожи здесь единственное чуть-чуть как по мне чешуя подлиннее ну или такая же просто золотистого кажется что длиннее крылья такой же формы просто с другим рисунком хвост такой же тоже столько же сочленений тоже очень гибкий подвижный то есть эти гидоры по сути отличаются только только головой цветом ну и рисунком на крыльях здесь на крыльях вот чешуя так заходит и не такие золотистые там чешуя на крылья не заходит хвост практически идентичный размер идентичный лапа идентичные смотрите что он нравится больше классики это золотая или современный газила против гидоры счета гидоры есть пламени которые покажу чуть попозже и вот еще залетела такая гидора та самая недорогая можно не делали обзор в приходе игрушек вот у него мало точек артикуляции хвост цельный такой это гидора для детей там от трех лет которые его ничего себе не сделают не поломают она такая и ломаемая так сказать вот как она отличается от той же гидоры сделаны по образу бандай вот видите сравнение насколько она меньше по длине она такая же вот у нее здесь такая голова здесь такая видите отличие вот еще смотрите какие дуры умеют вверх крылья то есть них полноценно может ими махать ну все на этом наш обзор закончен гидоры каком прощаемся с гидорами то фанат годзилла этому обязательно нужно иметь гидору что уже финансы позволят такой выбирайте они вот эти вот эти конечно крутые но этот неплохой бюджетный вариант еще чуть не забыл еще пришла вот такая вот гидора jacks pacific это небольшая гидора 15 сантиметров высотой если обычные дуры там 16 20 зависимости назвать 20 зависимости от 100 поднятой головы то вот такая гидора недорогая jacks pacific фирмы него мало точек артикуляции шея не артикулирует но зато она большая размах крыльев у нее размах крыльев где-то 35 сантиметров в этой гидоры такая сзади нарисую ведь это гидора по фильму кроль монстров все прошлое гидоры были не по фильму то это по фильму король монстров один в один и крылья как у него отличаются и и и и и и и и